Здравствуйте дорогие друзья! Сделаем Додекаэдер, что в переводе с греческого обозначает 12 граней. Делается с помощью коллекционного журнала. Волшебные грани номер 12. Приобрести его можно на сайте многогранники.ру. В этом журнале можно сделать 5 моделей. Тетраэдер 4-гранник, гексайдер 6-гранник или куб. Тетраэдер 8-гранник и кассайдер 20-гранник. Мы будем собирать эту модель с помощью клея ПВА. Я беру строительный усиленный, он более густой. Переливаю в маленький дозатор, чтобы было легче наносить. И через лепестки будем склеивать, собирать эту модель. Давайте начнем, сделаем Додекаэдер. Уровень сложности старт. Раскрываем. Здесь у нас на этой странице философия Платона. Он рассказывает, к какой фигуре, тетраэдру, октаэдру, как он присвоил какие стихии. Интересно объясняется это на двух страницах. Здесь он тоже рассказывает, почему металл жидкий, твердый. Здесь схема сборки. Вот наш Додекаэдер. Тут у нас подготовительная работа. Извлекаем из картона две развертки. Вот одна Додекаэдра и вторая. Там, где лепестки, у нас здесь надрывы. Здесь можно не очень аккуратно. А там, где лицевые грани, вот здесь, надо следить, чтобы было аккуратно. Вот, к примеру, вот здесь у нас зажим. И это мы сейчас подрежем ножницами. Вот эти краешки. И внутрь. Внутренности достаем тоже аккуратно. Это лицевые части. Их сейчас будем подрезать. Вот эти все заусенки. Чтобы было идеально. У нас так на инструкции тоже помечено, чтобы подрезали ножницами. И вторую развертку достаем точно так же. Берем две развертки и через лепесток А, находим тоже лепесток А, соединяем. С помощью клея здесь я ручкой дорисовал уголок, чтобы мне было удобнее ориентироваться, чтобы приклеить ровно. Намазываем клеем. И еще развертку. Действительно. А. будем загибать все линии у нас вот эти наружные я для этого взял железку здесь у меня острые края можно использовать край стола и будем загибать здесь линии сгиба уже есть даем направление по ним ориентируемся точно так же загибаем все вот эти лепестки на другой развертке и и и и и загибаем вот эти все линии наружные можно можно без железки точно так же здесь делаем наружные линии следующим этапом будет находим ц лепестки и склеиваем их все и 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 здесь согнем еще вот эту линию я не согнул пропустил пропустил точно так же закибаем приклеиваем все лепестки c на второй развертке и все и и и и так еще одна линия не согнута ничего страшного загнем сразу и приклеим и наклеивать и сушить и сушить и отверстие и кафе и куф и куф и куф и овощем и куф и куф и куф Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И теперь оставшиеся лепестки Д приклеиваем... Продолжение следует... Идеально можно сразу не вытирать, а потом еще раз начисто протрем и будет все нормально... Так, уберу-ка я этот лепесток вовнутрь, чтобы было легче мне... И продолжим клеить... Буду наносить клей только на одну сторону, просто побольше его... На один лепесток... И аккуратнее стараться... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И еще оставшиеся у нас лепестки Д... Тоже их... Через них приклеиваем все... Уберем их внутрь... Продолжение следует... Продолжение следует... И последний лепесток остался. Когда подсох додекаэдр, берем воду и еще раз влажной ваткой проходим все грани, убираем клей и сухой насухо сразу вытираем, чтобы убрать помозни. И так вот все грани сейчас еще раз протрем, и тогда клея вообще не будет, он смывается очень легко. Все грани протерты. Затем вот эти еще у нас остались здесь крепления, надо их все поподрезать. И еще необходимо убрать вот эти недостатки, где бумага могла посыпаться. Берем фломастеры обычные, по цвету подбираем и подкрашиваем вот эти дефекты. Тогда у нас будет додекаэдр идеальный. Эти части, которые мы чуть-чуть подрезали, тоже их надо подкрасить, чтобы это беленькое не торчало. И точно так же все грани подрисовать, если необходимо. Вот и получился у нас такой красивый додекаэдр. Спасибо большое, что смотрели, спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. С вами был Жигулев Алексей. До скорой встречи. Пока! В следующем видео сделаем усеченный многогранник, который называется Малый Икоса Икоса Дадекайдер. Делается с помощью коллекционного журнала Волшебные грани, номер 10.